всем привет с вами канал артмания и сегодня я вам расскажу историю про школу 37 то есть сначала я училась в той школе была история сейчас вы все так захотели про школу 37 значит с той школы меня выгнали как бы мама пришла устроила там скандал то что ее ребенка посадили с плохим зрением на последнюю парту и меня оттуда выпинули ну как бы так надо было в принципе уходить и ушла я наверное где-то перед ноугодом я думаю я точно не помню перешла в 37 школу она находится рядом с моим домом то есть уже можно было идти пешком если туда допустим меня отвозил отвозила по моему даже с утра мама в обед забирала меня соседка то есть мама не доплачивала денег чтобы она меня вот так вот каждый день ходила забирала не помню то ли мы пешком ходили то ли мы ездили скорее всего пешком потому что туда ни один транспорт не ходит к сожалению нас самара так построена что в некоторых участках города очень сложно попасть туда либо ехать с пересадками либо идти пешком очень долго к сожалению так вот вот пришла я в 37 школу там училась моя подружка вот мы жили в одном доме соседних подъездах она жила от меня соседнем подъезде и школа ходили мы вместе да вот сидели за одной парты даже вместе то есть так то было в принципе было довольно все хорошо но бывало в начале года вот кстати да и в конце года нас было 40 человек классе и сидели мы где-то по четыре человека за парты я помню что класс был большой было много очень парт но я помню что мы сидели по четыре я как-то один раз сидела посередине мне места было не хватало я сидела с краю я помню эту тетрадку складывала вдвое то есть пополам и вот сколько вот эта вот тетрадка вот есть да вот узенькая на нее помещались у меня руки только и все и я помню что все время падал то есть я сидела с краю я все время падал все время мне места не хватало то у меня рука соскальзывала то я чуть ли там это ну чуть ли чуть ли не падал то есть так вот было я помню А в середине года все болели И мы сидели уже по трое По двое даже иногда Я помню, за первой партой я сидела иногда по двое Иногда за вторую партой у меня сажали Тоже там по двое Иногда мы с подружкой сидели Иногда там с каким-то мальчиком другим Но я помню, всегда в классе было шумно Всегда было шумно Молодая учительница не может никак успокоить этот класс Она так это Спокойно голосу Ну тихо Ну что же вы кричите Ну тихо И естественно дети 40 человек Будут ее слушать Нет конечно Там все время был шум Постоянно был гам Вот она что-то рассказывает Ее помню, ухо возьму И пытаюсь прислушаться Что же она говорит Там плохо слышно Сквозь этот гам шум Услышать ее было нереально Вот И так же она конечно спрашивала у нас всех Кто отвечает Тяните руку Раз сразу там как-то немножечко потише становилось Вот Я помню Там задаст вопрос Я помню найду его в учебнике Значит Либо там прочту с учебника Либо сформулирую сама Встаю Отвечаю Значит все хорошо У нее была такая манера Она руку так протягивает Хорошо Садись Хорошо Садись Я так говорю Хорошо Садись Я думаю Ну все думаю Наверное я пятерку получила Ну раз она сказала Хорошо Садись То есть она всем абсолютно говорила В конце дня Мы сдавали дневники Значит Потом его забирали Кидали просто в портфель Шли Гуляли Потом домой Приходя домой Значит я Открываю этот дневник Ну Посмотреть Что у меня там Не поверите Стоит двойка Я думаю Не поняла Думаю Она же сказала Хорошо Садись Думаю Ну может она ошиблась просто И вот так у меня каждый день началось Двойки 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 Там другим тоже кому-то двойки Там подружки Говорю А тебе что ставят Там тройка Четверка Ну она же тебе тоже говорит Хорошо Садись Думаю Странно Я потом у нее спросила Говорю А почему у меня поставили двойку Потому что ты ответила неправильно Говорю А зачем вы сказали Хорошо Садись Ну мне так нравится отвечать Вроде все Ну я так поотвечала Поотвечала Думаю что-то мне надоело. Думаю, а смысл отвечать? Думаю, мне не хочется уже отвечать, мне не хочется уже и заниматься, и учиться не хочется. То есть тебе говорят, что все хорошо, у тебя все хорошо, все у тебя в порядке, ты хорошо отвечаешь, но тем не менее я тебе ставлю двойку. И в какой-то момент она меня уже сама подняла, мол, Наташа, отвечай. Я говорю, знаете что? Я говорю, не буду больше вам ничего отвечать, потому что вы ставите мне двойки. Ну, потому что неправильно отвечаешь. Вы скажите, что? Ты ответила неправильно, а вы говорите, хорошо. И все. Я не буду больше вставать и отвечать. Она перестала меня спрашивать, и потом в конце года, наверное, это либо под Новый год, либо в конце года, берут наши дневники, выставляют там оценки, и у меня все абсолютно двойки. Абсолютно все. Причем там в дневнике вначале вот эти вот двойки были, которые она выставляла, потом я дневник больше не давала, то есть там пусто абсолютно было. И в конце года там вообще море этих двойок. Мама смотрит такая, что-то я не поняла. У тебя вот тут в начале двойки, потом пусто, а в итоге вот у тебя их прям море. Откуда они у тебя? Она тебя спрашивала? Говорю, нет, не спрашивала. А я же про этот момент забыла уже, все. Я уже не помню про него. Странно. Пошла узнавать. Вот. Она говорит, учительница, мол, ваша дочь сказала, что не хочет больше отвечать, поэтому я ей ставила двойки просто автоматом. И все. Ну, нифига себе. Ну, тем не менее, я перешла, с первого класса перешла во второй класс. Второй класс я точно так же проучилась. Было неинтересно, уже не хотелось учиться. И вроде бы я и старалась. Думаю, ну все, сегодня пришла. Думаю, ну все, сегодня буду учиться. Буду запоминать, все записываю. Вот вроде все, стараешься, стараешься. Ну, нет, она, блин, она так рассказывала, что это вообще было неинтересно. Вообще не хотелось ни учиться, ничего. И понимаю, что если ты сейчас потянешь руку, то есть встанешь, ответишь, как мне казалось, что правильно, ведь я же посмотрела в учебнике, нашла этот ответ в учебнике, прочла с учебника, то есть, ну, в учебнике же так написано, то есть я отвечу сейчас правильно, а в итоге мне поставили двойку. Как-то, не знаю, как-то особо не хотелось. Я второй класс доучилась. Так, сейчас мы посмотрим. Сколько тут минут? А, 7 минут. Потом я перешла в другую школу, и там попалась мне другая учительница, это уже была школа 110-я. Попалась другая учительница, и она объясняла просто великолепно. Вот просто великолепно она все показывала, она объясняла, прямо пока ребенок не поймет. И вот там я начала учиться на пятерке. У меня пошло сначала там тройки, тройки, а потом четверки, пятерки, а потом пошли одни пятерки, и все. Я помню, как она объясняла сумма. Что такое сумма? Я помню, она берет сумку, и туда складывает все вещи подряд. Ну, сумма, сумма, вы понимаете? Сумма, сумма. А мы такие маленькие, сидим на нее, смотрим такие, глаза таращим. Вот она, сумма, сумма, ну, понимаете, да, сумма? Все, поняли, что такое сумма. Блин, она просто великолепно объясняла. Я прямо на ее уроки бежала бегом. Мне так нравилось учиться, мне понравилось. Я прямо бегу, все, думаю, сейчас мы будем учиться, сейчас мы будем что-то новое раз объяснять что-то. Я помню, сидишь, прям ждешь вот так вот, просто ждешь, думаю, ну, все, сейчас, сейчас, она начнет что-то объяснять. Блин, это было классно вообще. У нее я проучилась, так, заново второй класс. Он говорит, ну, она все равно, говорит, у вас ничего не знает, давайте у меня, поскольку второклассники, она, пускай, заново пройдет этот второй класс, второй, третий класс прошла и четвертый. И потом я перешла уже, поскольку она только маленьких детей брала, ну, то есть, младшие классы были, то мне пришлось потом переходить в другую школу, и потом я уже училась в другой школе, и там я ее уже закончила. Там я тоже периодами училась на двойке, потому что к учителям нужно было привыкнуть, и там некоторые учителя такие очень строгие были. Нет, там, ты неправильно ответила, там, вот, ты ответила вот здесь вот правильно, но в конце ты неправильно ответила, тебе двойку, особенно по-немецкому, я помню. Только начинаешь читать, там, читаешь, ха, садись два. Сразу, подожди, я говорю, я даже слово не прочла. Ну и что? Садись два, все. Вот, и там где-то я на классе восьмом начала учиться на одни пятерки, там учительница по алгебре была, моя тезка, тоже Наталья Владимировна, вот, она объясняла просто тоже великолепно, мне алгебра прям нравилась, она мне до сих пор нравится, она очень интересно объясняла, у меня одни пятерки были, по химии одни пятерки были, она тоже объясняла очень интересно, и по географии тоже были одни пятерки, она тоже объясняла очень прям вообще классно. Причем, знаете, такие у меня были интересные уроки, то есть она вызывает к доске, да, вот так вот мы стоим, Вот здесь у нас карта, допустим, вот тут вот, да, вот так вот я нахожусь, вот тут вот карта, то есть она дает указку и говорит, покажи такой-то остров. И вот так вот поворачивать голову нельзя, если ты повернешь, все, два. То есть смотришь боковым зрением, карту должен знать наизусть, смотришь так вот в бок и должен там где-то ориентировочно знать, где этот остров находится. Просто так указкой, тык, она оттуда вот сидит, правильно, пять. Ну она наизусть ее все знает, нам так нравилось отвечать в классе. Мы помним, ну еще, ну еще, ну все, будет уже урок сейчас закончится, а мы с вами ничего не написали. Ну давайте еще, ну давайте я отвечу, давайте я. Там Наташа, ну ты уже там выходила два раза, ну какой третий раз, ну ты что? Да ну у тебя уже столько пятерок, ну хватит уже. Ну так нравилось вообще, прямо классно. Вот география. Ну так вот, вот такие вот у меня были. Такая вот я, школа у меня была, сколько я, четыре школы сменила, раз, два, три, четыре, да. Четыре школы сменила, так вот у меня получилось. И там, и там, и не узнаешь весь, какой учитель, хороший или нет. Вот там вроде бы рекомендуют, говорят, что самый лучший, это учитель, там, у него там все отличники. Ну если учитель там посмотрел на тебя, и ребенок не понравился, то все не понравился. Вот изначально к первому учителю, я помню, мы пошли, она на меня посмотрела, она у вас двоечница будет. И все. И так она меня на последнюю парту посадила, я двоечница была. Если ребенок не видит, зрение плохое. Вот, вот такие вот у нас были. Так я училась. Так, сейчас посмотрим. О, уже 12 минут. Надеюсь, что вы до конца досмотрите и напишите какой-нибудь у меня комментарий. Ну все-таки, конечно, да, мне написали. В прошлый раз больше зависит от учителя. Как учитель себя поведет с ребенком, как он будет рассказывать, объяснять, показывать. Вот, то есть, и в последней школе, потом по алгебре учительница сменилась, была другая. Он говорит, я не люблю ставить пятерки, я люблю ставить вот двойки и тройки. Все. Мне пофигу, что ты была отличница, у меня ты будешь двоечница. И все. То есть, вот было вот так вот. И благодаря вот этой учительнице я школу закончила уже с тройками. Хотя могла на пятерке, с пятерками закончить школу. Не особо не она, потому что было неприятно, я и старалась, и старалась. Говорю, ну когда же у меня пятерку поставить, ведь я стараюсь. Нет, нет, не буду я тебе ставить. Не люблю ставить пятерки. И всем двойки, тройки ставила. Вот так вот. Димочка у нас засыпает, там как раз время. Два доходит, я пока что с вами решила поболтать. Ладно, сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что вы пишете комментарии. Я каждый ваш комментарий читаю, оцениваю. Иногда даже отвечаю. Ну вот. Ставьте лайки. Лайки, 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 лайки. Ставьте обязательно. Мне будет приятно, что вы поставите мне лайк. Подпишитесь, если вы еще не подписаны. Обязательно еще у нас будет с вами очень много историй. Вы можете мне написать какое-нибудь, что-нибудь написать. И я вам вспомню какую-нибудь историю. За всю мою, за пол моей жизни. Ну да, почти за всю мою жизнь. У меня, конечно, там много всяких историй еще. Вот. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания.